В Boston Dynamics создали роботов, двигающихся как человек. В Google DeepMind разработали алгоритмы, способные играть и даже обыгрывать людей в исключительно человеческие игры. В Soft Robotics создали сотни захватов, позволяющих роботам обращаться с вещами как люди. Но объединить все достижения робототехники в одном роботе, придав ему стопроцентное сходство с человеком, не удалось еще никому. И все же роботы, очень похожие на людей, существуют. О самых продвинутых вариантах мы расскажем в этом выпуске. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк видео. Самым жутким, человекоподобным роботом в истории, пожалуй, можно назвать робота телеприсутствия Теленоид. Универсальный дизайн предполагает, что робот может быть похож на кого угодно, независимо от пола и возраста. К нему можно подключиться по сети, и он будет передавать ваш голос, мимику и движение головы. Созданный в Японии профессором Хироши Исигура робот ростом 80 сантиметров и весом 5 килограммов, должен стать компаньоном одиноких пожилых людей. Заявленная цена потребительской версии робота 8 тысяч долларов. Интересно, каков спрос на этот мобильный телефон в форме пришельца? Хотели бы обнять его лично? Самым красивым, человекоподобным роботом можно назвать Эрику, также созданную Хироши Исигура. Эрика умеет слушать людей, отвечать на простые вопросы и общаться на ряд отвлеченных тем, считывать эмоции собеседника и менять в ответ собственное выражение лица. Но самое удивительное свойство робота – удивительно реалистичная внешность. Эрика уже исполнила несколько ролей в постановках японских режиссеров в театре и попробовала себя в качестве ведущей новостей. Недавно стало известно, что робот сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме. По сюжету картины, ученый, который работал над улучшением ДНК человека, решил, что проект будет опасен для людей и решил сбежать из тайной лаборатории вместе с Эрикой. По факту, робот не умеет даже двигать руками, но зато ее мимика гораздо приятнее, чем у следующего робота в нашей подборке. Робот София – самый известный человекоподобный робот в мире. Дебютировав в 2016 году, София позиционировалась как совершенный робот с искусственным интеллектом. Это вызвало огромный интерес во всем мире и позволило Софии путешествовать, получить гражданство Арабских Эмиратов, стать послом ООН и, самое главное, популяризировать робототехнику. Позже, конечно, разработчики робота из компании Hanson Robotics признали, что София – лишь мечта о совершенном искусственном интеллекте. На сайте компании сегодня указано, что София сочетает в себе передовую работу в области символического ИИ, нейронных сетей, экспертных систем, машинного восприятия, разговорной обработки естественного языка и адаптивного управления моторикой. Также робот использует передовое машинное восприятие, которое позволяет Софии распознавать лица, эмоции и жесты рук. Робот способен сам управлять руками и взглядом, подстраиваясь под беседу, а также автономно передвигаться, избегая препятствия. Сегодня существует 20 роботов Софии. Шесть из них регулярно появляются на конференциях по всему миру. Они выступают с докладами и являются наглядной демонстрацией достижений в области робототехники. Российский стартап Promobot также представил свою версию ультра-реалистичных роботов. Модель RoboC создается под заказ и может выглядеть как угодно. Робот распознает речь и сам обладает базой более 100 тысяч речевых модулей. Функционал роботов по сути тот же, что и у привычного промобота. Ответы на вопросы, информирование, прием платежей. Также робот может быть домашним компаньоном, работать голосовой колонкой и управлять другими умными устройствами. Недавно компания заявила, что у нее уже есть более 10 заказов на робота от компании и частных клиентов. RoboC не может ходить, но имеет 18 движущихся частей на лице, что дает ему 36 степеней свободы. Компания заявляет, что у робота 600 микровыражений лица. Это больше, чем у любого другого человекоподобного робота на рынке. Он также имеет 3 степени свободы в области шеи и туловища, что обеспечивает ограниченное движение. Цена робота составляет от 20 тысяч до 50 тысяч долларов в зависимости от опции и индивидуального внешнего вида. Недавно один из созданных RoboC стал самостоятельно принимать людей в МФЦ. А второй чуть раньше попал в скандал, когда Арнольд Шварценеггер подал на промобот в суд за использование своей внешности без лицензии. Подобные роботы лишь отдаленно похожи на живого человека, но ученые по всему миру постоянно работают над компонентами, способными повысить реалистичность и улучшить функционал таких роботов. Так, в прошлом году исследователи Мюнхенского технического университета представили искусственную кожу, состоящую из силиконовых ячеек шестиугольной формы, способную определять контакт, ускорение, близость и температуру. С помощью нее роботы смогут получить аналог чувств и лучше взаимодействовать с людьми и предметами. Также недавно мы рассказывали о создании реалистичного пальца, полностью повторяющего строение и движение человеческого. Палец был напечатан единой деталью на 3D-принтере, работающем с разными материалами. В будущем ученые хотят напечатать кисть и даже руку, а возможно и робота. Но роботы, подобные людям, могут создаваться не только в физическом пространстве. Компания Soul Machines разрабатывает ультра-реалистичных цифровых людей. Внешность каждой модели прорисовывается до реснички, создавая полную иллюзию настоящего человека. Soul Machines развернула свою платформу HumanOS и создала Digital Heroes для ряда крупнейших мировых брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения, банковского дела и финансов. Включая Procter & Gamble, банк ABC, Royal Bank of Scotland и другие. Также компания реализует ряд инициатив в области образования и здравоохранения. Цифровые сотрудники компании и амбассадоры брендов способны эффективно взаимодействовать с людьми благодаря реалистичности, отзывчивости, собственному характеру и индивидуальности. Они распознают и реалистично реагируют на речь человека. Недавно компания получила инвестиции в размере 40 миллионов долларов на совершенствование своего проекта. Цифровых гуманоидов создает и Samsung Technology and Advanced Research Labs. Виртуальные люди с уникальными характерами и внешностью не просто чат-боты. Они должны уметь выражать эмоции, учиться на собственном опыте и вести настоящие разговоры. Каждый неон генерируется компьютером и не обязательно основан на реальных людях. И каждый может быть настроен для конкретной роли, например, виртуального врача или инструктора по йоге. Что вы чувствуете при виде таких роботов, как София и Эрика, или наблюдая за виртуальными людьми? Ощущаете эффект зловещей долины? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok